Я снова всех вас приветствую! Сегодня знакомимся с самым большим автодомом от компании Hymer. Модель называется BML 880. Это единственный экземпляр в России, и поэтому очень приятно вас познакомить с этой моделью. Мазовый автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, двигатель турбодизель, 2200 кубических сантиметров и 177 лошадиных сил, конечно же, автомат. И благодаря, так скажем, развитию технологий, здесь уже полный пакет ассистентов-водителя, которых раньше не было на первых интегралах от Hymer, теперь все это в полном объеме присутствует, включая адаптивный круиз-контроль, когда мы нажимаем на кнопочку и фиксируем дистанцию за впереди идущим автомобилем. То есть вот остается только рулить. Прежде чем мы пойдем в салон и знакомиться со всем комфортным этого автодома, я вам должен рассказать про технологии строительства. Значит, здесь используются сэндвич-панели, которые называются PUAL, полиуретан алюминий. То есть внешний слой из алюминия, потом идет утепление из полиуретана вспененного, и дальше идет снова алюминий изнутри и декоративный слой. 34 мм бутерброд, который обеспечивает очень хорошую теплоизоляцию, шумоизоляцию, и это во многом определяет премиальность данного класса автодомов. В линейке BML нас встречает очень особенное оформление. В данном случае входная дверь отделана вот таким вот интересным материалом. То есть такое что-то мягкое, приятное на ощупь. Сложно назвать, как именно это называется. Но, в общем, выглядит классно. Понятно, что дверь открывается вот этим рычажком. Есть фиксация. Когда мы пришли домой, закрылись. Два крючка для одежды, ну какой-то небольшой, да, курточки повесил сюда. И окошко двойное. Можно посмотреть, кто пришел. Вот, или наоборот, закрыться, чтобы никто не видел. Мусорная ведерко, вот такое легкое. Ну, я бы не стал им, так скажем, пользоваться как-то серьезно. Скорее всего, для каких-то мелочей. Кто-то в такие ящики складывает тапки вообще. То есть зашел, взял сюда тапочки, надел их и пошел. Разумеется, будет ступенька. Открыть ее можно здесь и закрыть тоже. Но есть еще и кнопочка у водителя, которая тоже, если вдруг все забыли закрыть ступеньку, да, кто зашел из пассажиров, он может ее с панели приборов взять и закрыть. Открыть оттуда ее невозможно. Широкий дверной проем оборудован антимоскитной сеткой. Летом вот туда-сюда ее открываем, закрываем, чтобы не летели комары и прочие кусачие твари. Слышали, да? Сработал доводчик. Очень надежные замки. Вот я вижу по тому, как это все выполнено. Здесь мы сейчас крупным планом покажем. То есть система запоров не из каких-то пластиковых всяких штучек. Здесь прям все стальное, все закрывается основательным. То есть полностью электрическая дверь, которая открывается с кнопки. И вот одно из главных отличий BML. Вот в продолжении этой двери, да, обивки на ней, вся эта обивка, она приходит и сюда в прихожую. Вот, то есть если у обычного BMSI здесь будет просто дерево, то вот здесь вся эта обивка очень красиво вписывается, да. И также дополняется красивой светодиодной лентой, которая вот опоясывает вот эту прихожую. То есть здесь какие-то аксессуары можно повесить. Может быть ложечка для обуви, да. Вот зеркало посмотреться перед выходом. Ну и еще вот здесь два крючка. Также для какой-то верхней одежды, чтобы ее вот здесь повесить и не нести далеко в основной платяной шкаф. С этой крышечкой, собственно, находится все управление автодомом. Слева мы видим включен инвертор на 3 кВт от Dometic. Здесь Shout, основной пульт управления. Ну, честно говоря, выглядит скромненько. Не ожидал. Знаете, помните, как у какого-нибудь Cortago здесь будет такие три стеклянных, да, таких циферблата со всякими стрелками, там, с подсветками. Ну, здесь вот такой довольно-таки простой лаконичный пульт, где мы можем посмотреть зарядку аккумуляторных батарей в салоне, остаток воды. Сейчас 75% цистерна для сбора источных вод. Ну, она сейчас пустая. Зарядку стартовой батареи. Ну, индикация подключения к 220 вольт и включение помпы воды. Ну, и, собственно, общее включение электричества. Пультик уже знакомый, да, наверное, многим по обзорам Альды. Тоже позволяет нам, собственно, управлять климатом в автодоме. Тихое, доброе тепло, которое, собственно, распределяется по салону путем сети трубопроводов и радиаторов. В общем, шикарное топление. Прекрасно работает и от газа, и от электричества. Далее справа, значит, пультик, который посвящен нашему пакету газоснабжения. Две кнопки, которые отвечают за обогрев. Не знаю, зачем их по отдельности включать. Мне кажется, можно было на дну установить. Ну, наверное, так правильнее. Ну, и, собственно, пультик, который нам показывает наполнение левого и правого газового баллона. Ну, то есть, в принципе, вся информация по газу у нас здесь есть. И, собственно, обогрев тоже. Несколько слов про кабину Mercedes-Benz Sprinter. Во всей красе она здесь у нас представлена. Мультируль, напомню, да, полный пакет ассистентов-водителя. Слева мы управляем, собственно, автомобилем, его функциями. Справа кнопки у нас отвечают за мультимедиа-систему MBUX10, которая нам здесь дарит комфорт в плане навигации, камеры заднего вида, радио можно слушать, можно подключить CarPlay, вот все эти современные штуки для вашего беззаботного пути. И прошу обратить внимание на вот этот шикарный обзор. Очень хорошо все видно. То есть, ты, по сути, в таком, как будто в аквариуме сидишь. Вот, и ты видишь все хорошо. И тебя, естественно, видят люди, да, проезжающие. Ну, и, конечно же, они едут, смотрят и завидуются. Специальная кнопочка на панели приборов закрывает жалюзи переднего лобового стекла. Вот таким образом это работает. Насколько я помню, есть еще специальная штучка, я сейчас вам покажу. То есть, это мы полностью закрываем все лобовое стекло наглухо, да. То есть, ну, соответственно, можем еще с помощью вот этих дополнительных боковых шторок закрыть еще и боковые окна. Сейчас вам покажу все это, как это работает. Вот. То есть, сюда это примагничивается. Все. С той стороны аналогично. Но иногда бывает такая ситуация, что нам нужно, чтобы проходил сюда свет. То есть, мы закрываем боковые окна, чтобы люди в кемпинге, там, соседи, ну, как бы не ходили, не глазели. То есть, мы боковые шторки закрыли, но нам нужен свет. И снизу поднимаем вот такую штучку. Вот. Это специальная такая тема для того, чтобы у вас был белый свет здесь в кабине, не было вот этой темной кабины. Но никто не ходил, не смотрел, что у вас здесь происходит. Мало ли чем вы тут занимаетесь. Ну, сидите, обсуждаете какие-то дела. Вот. Боковые окна у вас закрыты. И наполовинку закрыто лобовое. Вот. Ну, здесь стандартные, да, подстаканники. Климат-контроль в кабине. Я бы еще добавил, что есть специальная кнопка, которая называется догрев. То есть, это активируется подача воздуха от Альды сюда в кабину. Вот. С помощью дополнительного вентилятора. И несколько кнопок для вашего комфорта. Это центральный замок. Собственно, который закрывает и открывает все двери. Отключение Bluetooth. Ну, если нужно резко отвязать телефон от магнитолы, мы можем нажать. И все. И будете говорить по телефону без вот этих всех Bluetooth-устройств. Вот. Ну, собственно, кнопка, про которую я говорил, помогает нам закрыть ступеньку. Довольно-таки дорогая мультимедиа-система MBUX. Здесь мы можем включить радио, послушать музыку через USB. Можем подключить iPhone через USB Type-C. Можем включить навигацию. Ну, то есть, все это очень хорошо работает. И главное, что всеми функциями этой системы можно управлять, вот, собственно, кнопками на руле. То есть, джойстик здесь находится. И он, собственно, всем помогает нам управлять в движении, не отвлекаясь от управления автомобилем. Несколько кнопок также для комфорта водителя. Это электрический клапан слива бака сточных вод, жалюзи лобового стекла, обогрев зеркал больших вот этих вот для водителя. Ну, и, собственно, управление настройкой зеркал. Множество функций, конечно, которые здесь Mercedes предлагает для комфорта в движении. Обо всем тут не расскажешь. Это можно, мне кажется, сейчас времени посвятить. Но я вижу, здесь хорошая стоит музыка. В принципе, отделка кабины у Hymer, она тоже как бы так выделяется. То есть, мы видим вот здесь вот хорошую проработку. Есть вот в таком подлокотнике бардачок для всяких таких... Ну, там какие-то документы могут лежать, какие-то провода, чтобы здесь пассажир тоже мог сложить свои какие-то вещи. Ну, и там же у него есть также местечко для бутылки. И попрошу обратить ваше внимание, здесь есть специальные дефлекторы, которые направляют воздух на боковые стекла, ну, чтобы все это быстро прогревалось. Одна из главных фишек модельной линейки BML у Hymer – это вот этот стол, который превращается вот одним движением в большой стол. То есть, дальше мы можем его уже вращать, как нам нужно, перемещать как-то в пространстве. Сейчас попробую вот так вот настроить его. То есть, вот, да, двигаем, устанавливаем, как нам удобно. То есть, вот несколько человек здесь за этим столом уже могут хорошо посидеть, накрыть здесь, расставить посуду, ну, и там, не знаю, пообщаться, поиграть в какие-нибудь настольные игры, может быть даже. То есть, здесь просто рычажок поджимаю, тяну стол на себя, и он уходит. Невероятно. Это, мне кажется, только в тиктоках и в рилсах вот такие классные вещи показывают. Давайте посмотрим, как выглядит гостевое спальное место. Значит, нам нужно сначала опустить спинки сидений. Делается довольно-таки просто все. И теперь с помощью этого фиксатора разблокируем, получаем вот такую гостевую кровать. Здесь есть фонарики с двух сторон, есть специальные шторки. Интересно, когда смотрится в дешевых интегралах у них вот этих стеночек нету, и ты как бы лежишь и смотришь на улицу. Тут как бы все это, естественно, предусмотрено. Ну, получается, что можно спать влево, вправо, как хотите. Укладывайтесь, в общем, располагайтесь. Лесенки здесь, по-моему, даже и нету. Она не нужна, потому что легко можно одной ногой встать на это сидение и забраться уже на кровать. Здесь, я думаю, труда не составит. Ну, может быть, ребенком надо будет подсадить. Для детей, кстати, есть такая вот сеточка, чтобы они во сне вдруг не свалились вниз. Ну, и тут, соответственно, такая система поддержки матрасов, чтобы они вентилировались. Ну, и как бы дополнительно, создают дополнительный комфорт вот эта система. Вот поспали, получается, ничего не нужно заправлять. Ну, как бы расправили там одеяло. Вот, и легким движением руки кровать уходит наверх и зафиксировалась. Все. То есть, приготовление ко сну у гостей, ну, занимают считанные секунды. Дальше, друзья, значит, здесь должен вам сказать важный момент по размещению. По количеству ремней здесь могут ехать 4 человека. То есть, двое в кабине за капитанскими креслами поворотными и двое вот здесь в гостиной. Для того, чтобы людям удобнее было здесь располагаться, вот этот пуфик отсюда убирается. Соответственно, и под ним тоже дощечка складывается. Соответственно, человек может сидеть уже комфортно, близко вот к окошку. Ну, и, собственно, быть пристегнутым, наслаждаться дорогой за этим прекрасным столом. Заканчивая разговор о гостиной, я просто обязан показать вам эту замечательную опцию, без которой, я так полагаю, немногие из нас представляют себе досуг. Так, не врежется? Нет, все. Я почему-то думал, что она сейчас упрется в полочку. Нет, все правильно установлено. Телевизор, Hymer, ну, наверное, какой-нибудь Alphatronics на самом деле. Но понятно, что здесь будет Smart TV, что здесь будет весь Wi-Fi, приложение и так далее. Убираю телевизор обратно и сообщаю вам, что на крыше, если вы видели в начале ролика, установлена спутниковая тарелка фирменная. Ну, там написано Hymer, на самом деле, это, скорее всего, Oyster. Это известный производитель телевизионного оборудования в Европе. Собственно, предлагает вам просмотр спутниковых каналов в огромном количестве. И, по-моему, даже датчик адаптирован для приема сигнала в России. Так что имейте в виду. К гостиной также относится вот этот большой ящик. Здесь мы видим несколько пультиков управления. Первый посвящен, собственно, батареям, которые отвечают за электроснабжение салона. И справа пульт управления как раз спутниковой тарелкой на крыше. Ну, и справа мы видим розеточку. В нее вокнут блок питания для, собственно, роутера. То есть, вставляем сим-карту и получаем внутри автодома, ну, и немножко даже снаружи свою точку доступа в Wi-Fi. К большому автодому большая кухня. Посмотрите, сколько места. Часто, да, бывает, что, ну, плитка, да, и тут где-то чуть-чуть немножко того-сего. Ну, здесь места хватило вот даже стационарно установленной кофемашине. Такой большой, с множеством функций. Она, кстати, вот включена в розетку 220 вольт. И благодаря инвертору, который мы с вами позже увидим, все это оборудование, включая потолочный кондиционер, может работать полностью автономно. То есть, едете в движении, жарко, включили кондиционер, все работает. Трехкомфорочная газовая плита. Две одинаковые горелки и посередине маленькая. Мойка для посуды. Вот такой крышечкой интересной. Ну, можно ее использовать как разделочную доску. Собственно, для этого все и сделано. Ну, вот удобно будет даже какие-то круглые кастрюли сюда ставить и мыть. Дальше есть еще одна такая вот раковинка интересная. Многие спрашивают, а зачем это нужно? Ну, сюда можно сложить какие-то овощи и, собственно, краном также здесь помыть. Вот. Ну, либо что-то такое, с чего должно стекать. Может быть, размораживаться что-то. Пожалуйста, положили сюда, и оно будет стекать. Дальше, друзья, множество ящиков для посуды и продуктов. Пожалуйста, вот видите, все лежит на своих местах. Вот, все с доводчиками, все замыкается. Ну, действительно, места много для всего. Хотел бы сказать, что вот в таком автодоме можно жить ничем себя особо не стесняя. То есть, не ограничивая себя в посуде, в каких-то приборах, в каких-то, не знаю, инструментах. Да, там, все практически, что обычно вы используете в квартире, вы можете взять с собой. Понимаете? Ну, вот действительно много всего. Здесь помещается и крупная, и мелкая посуда. И не только на экипаж. Можно и на гостей, да, там иметь какой-то набор тарелок, там, чашек и так далее. Смотрите, какой большой шкаф. Ну, смотрите, да, сколько всего здесь расположено. Пожалуйста, все для комфортного приготовления пищи, для хранения припасов. Холодильник Дометик, топовая модель. Очень здорово, что открывается и изнутри, и снаружи. Я имею в виду, что если мы готовим, да, допустим, то мы можем отсюда брать. Если я зашел с улицы, да, такой забежал, опа, хочу кое-что взять из двери, взял и пошел. То есть не делая вот этого большого движения. Значит, морозилка таким же образом, да, открывается. И вверху есть еще духовой шкаф, который тоже работает от газа. Насколько я помню, готовка здесь осуществляется, вот, по-моему, с открытой вот этой крышкой. Ну, хотя я вижу, вот там тоже есть, куда выходить воздуху, но нужно в любом случае почитать инструкцию, чтобы правильно этим пользоваться. Ну, в общем, какие-то пирожки, пицца, что-то можно приготовить более сложное, да, чем обычно на плите происходит. Так, здесь гардероб, друзья. Пожалуйста, полочка для головных уборов, вешалки сюда располагаются. Ну, и тут еще несколько ниш, не знаю, брюки какие-то сложить, еще что-то. Длина автодома 9 метров, дает шикарный санузел. Ну, тут даже не назовешь это санузлом, это полноценная туалетная комната, где мы можем с комфортом мыться, умываться с утра. Посмотрите, ну, действительно, как в хорошем отеле. Раковина, полочки для принадлежностей, красивое зеркало. То есть, мы здесь никак не стеснены. Большая душевая, ну, у многих дома такая, мне кажется, да, такого размера, что, в принципе, высокий человек здесь поместится, ну, довольно-таки плотный. Ну, тут не будет тесно, да, заниматься гигиеной. Полочки для умывальных принадлежностей, освещение, полотенцесушитель. В потолке установлен кондиционер Truma Avento, работает как на охлаждение, так и на обогрев. Есть вариант направить потоки воздуха в спальню, в гостиную, либо поровну все это как-то настроить. В общем, здесь раньше был люк 40 на 40, вот теперь стоит кондиционер. Он может работать, повторюсь, от инвертора автономно. То есть, здесь мы увидим с вами литиевые батареи, очень классный пакет на 300 ампер-часов, мощный инвертор на 3 киловатта, но это чуть позже, смотрите дальше видео. И дверь, как мы, да, уже привыкли, туалетные комнаты перекрывает или полностью отделяет вот эту зону комфорта от гостиной и кухни. Здесь у нас появляется биотуалет, шкафчики для умывальных принадлежностей, еще один шкафчик, там находится туалетная бумага, химия для биотуалета. Ну, то есть, вот такой вот приятный уголок, где можно расположиться. Вот, покажу вам, что я здесь легко размещаюсь. У меня тут полотенцесушитель большой, полочки. Ну, то есть, любому человеку, любой комплекции здесь будет комфортно, так скажем, заниматься гигиеной. Двигаемся дальше, к самому большому гардеробу в автодомах Хюмер. Хозяйки оценят гардероб. Посмотрите, сколько мест для постельного белья, для одежды. Ну, на четверых людей, которые отправились в дальнее путешествие, нужно много места для вещей. Здесь еще два таких вот комодика, пожалуйста. У них там разрешенный вес до 15 килограмм, то есть, много всего поместится. Итак, туалетная комната у нас от гостиной отделяется туалетной дверью, а от спальни вот такими дверями купе. То есть, если вы решили принять душ, пожалуйста, закрылись с двух сторон. Кто-то может находиться в это время в спальне, кто-то может находиться в гостиной. То есть, вы никому не мешаете, закрылись, и все, и занимаетесь своей гигиеной. И перед вами спальня. Могут спать двое человек. Если вдруг ситуация такая, что вам хочется лечь, допустим, поперек, ближе друг к другу, то вы можете, собственно, вставить сюда дополнительный матрасик, вставку деревянную, и, собственно, кровать у вас получится поперечная. Ну, либо лечь втроем, положить посередине ребенка. То есть, вот такие вещи здесь допустимы. И, пожалуйста, подвесные полки, также для личных вещей, в изголовье фонарики. Тоже такая фирменная тема от Хюмера. Вот такие боковые ящики. Тоже никогда не будет лишним дополнительное место в путешествии. Это мы с вами знаем. Ну, и в спальне, конечно же, телевизор. Его можно разблокировать и посмотреть вечером. Важно посмотреть, что у нас находится в двойном полу. СЛС-шасси предлагает размещение баков с чистой водой и с канализацией вот здесь в двойном полу. То есть, это полноценный зимний автодом. Все прогревается. Здесь 180 литров чистой воды, здесь 150 грязной. Датчики объема, ну, и, собственно, погружные насосики. Все отсюда легко обслуживается. Дальше мы с вами открываем следующий люк и получаем доступ в тот самый багажник, который у нас также имеет доступ с левой и с правой стороны. Помните, да, куда мы собирались складывать какие-то большие лыжи, сноуборд и так далее. Ну, то есть, можем прямо отсюда что-то достать и занести внутрь. Ну, конечно, не лыжи, а какой-нибудь ящичек с напитками и так далее. Далее тоже двойной пол, тоже для хранения каких-либо грузов. Вот обычно сюда складывают вино, какие-то такие припасы на всякий случай. Далее следующий люк, который нам тоже открывает доступ в багажное отделение, тоже большого объема. То есть, ну, как бы, размеры впечатляющие. Ну, я тут вам должен сказать, что масса автодома 5500. Максимальная, конечно же, это права категории С. Ну, соответственно, и возможность грузить, ну, как бы, серьезно автодом, как бы, и не переживать за перевес. Блок управления электрооборудованием ШАУТ, ЕБЛ-400. Ну, собственно, здесь все, что связано с электроснабжением, предохранители, датчики, которые передают информацию на панели управления автодомом, где мы смотрим воду, электричество и так далее. И вот, собственно, пришло время рассказать о дополнительных опциях, которые в этом автодоме установлены. Это три литиевые батареи общей емкостью 300 Ач. К ним идет два контроллера солнечных панелей. На крыше нас ждут солнечные панели общей мощностью 900 Вт, друзья. Поэтому, собственно, и два MP5-контроллера для грамотного, так скажем, распределения этого электричества и зарядки аккумуляторов. Под гостевым креслом у нас располагается электрооборудование. Давайте все это посмотрим сейчас. Мастер Вольт отвечает за зарядку, собственно, литиевых батарей во время движения и от внешнего источника 220 Вольт. А под ним, собственно, находится 3-киловаттный инвертор Dometic, который, собственно, и позволяет здесь использовать все электрооборудование полностью автономно. То есть здесь может работать и кофемашина, и кондиционер, и прочие-прочие припоры, которые в базовой комплектации могут работать только при подключении к внешнему питанию 220 Вольт. Еще одно важное отличие серии BML – это вот такая массивная задняя накладка на задней стенке. Выглядит потрясающе. Это классно, это стильно, и это настоящий класс премиум. Вверху камера заднего вида, широкоугольная, в нескольких режимах работает и передает изображение на систему MBUX водителю на панель управления. Внизу установлен фаркоп с авика. Здесь он может сниматься, довольно-таки просто это делается. Вот, на ключик закрывается, чтобы его кто-нибудь другой вместо вас не снял. До двух тонн обычно тянет такой фаркоп. Ну, в данном случае, может быть, нужно использовать его для буксировки какого-нибудь небольшого прицепа, там, с квадроциклами, с какой-нибудь такой техникой для отдыха. Есть опция, которая называется «Внешний душ». Достаем вот такую лейку, вставляем ее вот сюда под крышечку и нажимаем «Носочек заработал» и, собственно, настраиваем здесь горячую и холодную воду. Можно помыться самому после моря, можно помыть технику, ну, что-то помыть снаружи, чтобы не мыть это дома, правильно? Вот, а нам, значит, нужна вот эта штуковина, называется, это рукоятка маркизы. Мы вам ее сейчас покажем, как она работает. Багажник покрыт нержавеющей сталью. Здесь остались специальные рейлинги, можно крепить текелажные петли, ну, соответственно, фиксировать какой-то груз. Может быть, это будут велосипеды, может быть, мотороллер, что-то еще. И тут также вдоль стены как раз эти самые текелажные петельки тоже можно настроить их местоположением. Есть освещение вверху, прошу обратить внимание, тоже есть направляющие. То есть можно здесь с помощью резиновых всяких жгутов тоже крепить какой-то груз, чтобы он тут не лежал. Ну, различные полочки с той стороны для мелочей. Давайте продолжим разговор про инфраструктуру. Значит, здесь внизу доступ в багажное отделение. Вот, интересно, что есть фиксатор слева, который позволяет вот крышку поднять, и все, она не падает. Мы спокойно загружаем сюда какие-то габаритные вещи. Я полагаю, здесь очень легко будут храниться, перевозиться лыжи, какой-то спортивный инвентарь, может быть, шатры, всякие такие вот длинные штуковины. Наш любимый туалетный лючок вот с кассетой Тетфорд, объем 20 литров, обслуживается вот с этой стороны. Далее мы с вами увидим здесь подключение к 220 вольт, стандартный штепсель для подключения в кемпинге. Итак, по левому борту тоже багажная дверь, большая, такого же размера. Здесь у нас поближе находятся вот эти маленькие полочки для всяких мелочей. Мы тут видим кабель для подключения к 220 вольт, есть огнетушитель, какие-то растяжки для маркиза, чтобы она там от ветра никуда не поднималась. И здесь также в открытом доступе можно увидеть электрический клапан слива бака сточных вод. Далее горловина для заправки воды запирается на ключик, потому что это как бы потевая вода считается, которым мы моем посуду. С противоположной стороны также есть доступ в багажное отделение, вот то сквозное, про которое мы с вами уже минуту назад разговаривали, тоже с фиксатором. То есть можно либо отсюда, либо с противоположной стороны доставать вот эти вот большие габаритные вещи. И еще один лючок, он небольшой по объему, но здесь есть такие важные технические моменты, как клапаны слива воды из системы водоснабжения. Система выхлопа Альде находится очень практично с противоположной стороны, поэтому если у вас будет палатка, допустим, к этому автодому пристегнута с той стороны, соответственно, выхлоп не будет вам дуть, собственно, ваше помещение на улице. Так, значит, здесь всеми любимые заправляемые баллоны. Все сделано в максимальной комплектации, то есть есть краш-сенсор, есть система доу-комфорт, которая переключает между собой баллоны, собственно, сами баллоны, да, тоже можно по отдельности их перекрывать. Ну и, соответственно, по вот этим проводам, которые идут от датчиков на баллонах, можно будет внутри автодома на панели управления посмотреть остаток газа в каждом из баллонов. Также есть обогрев, как вы поняли, да, вот такие курточки, одеты на эти баллоны, они позволяют обогревать газ. Ну, это уж когда совсем холодно зимой, вы можете включить кнопочку также на панели приборов, и газ у вас будет в тепле. Вот такой вот замечательный газовый комплект у данного автодома. Ну и, разумеется, заправка для пистолета на газовой заправке. Кто-то делает внешнюю розетку прямо вот здесь где-то на борту, но внутри, мне кажется, тоже неплохо это смотрится. Она всегда будет чистая, вот, и готова, так скажем, к использованию, потому что здесь крышка может отвалиться, кто-нибудь может подойти ее просто у вас украсть, да, кто-то ее потерял, так что внутри это все будет немножко в сохранности, так скажем, находиться. Водительская дверь. В некоторых суперкрутых интегралах, там, на базе какого-нибудь Ивека или Ман или Мерседес, там, этой двери бывает просто тоже нету в комплектации, ее там нужно заказывать, но вот Хюмер, он всегда водительскую дверь ставит. Ну, и здесь, рядом с водительской дверью, находится, собственно, заливная горловина для дистоплива. Установлена зимняя резина-липучка на оригинальных мерседесовских дисках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok